В эфире Народное славянское радио. На Народном славянском радио. День памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Вот такое получилось у нас интервью. От себя хочу к этому интервью добавить, что не все так на самом деле пессимистично может быть в том случае, если русичи в очередной раз, повторюсь, осознают, кто они такие. Если мы поймем, кто мы на этой земле, для чего мы на этой земле, то в этом случае вряд ли какие-то проблемы могут произойти с этой землей. А если не осознаем, то в этом случае земля будет в очередной раз очищена от балласта. Именно от балласта. Потому что русич, славянин, потерявший свое понимание, кто он в этом мире, потерявший свое предназначение, для чего он в этом мире, забывший и предавший своих предков, это балласт. Это балласт, от которого необходимо избавиться с земли для того, чтобы начать новый виток в своем развитии. Страшные слова, может быть, но это правда. Нет у нас другого варианта. Нет у нас другого выбора. Нет и не может быть. Потому что мы ответственны за эту землю. Мы ответственны за свою мать. Мы ответственны за ту память, за то наследие, которое обязывает нас быть, по крайней мере, человеками на этой земле. Дальше продолжаем наш эфир. Я хочу поставить еще несколько записей, которые поступали на автоответчик. И записи, которые присылали к нам в редакцию по электронной почте. Итак, давайте послушаем Данил. Здравия, уважаемые радиослушатели Народного Славянского Радио. Меня называют Данилом. В своем аудиосообщении ко 40-му дню памяти Жарниковой Светланы Васильевны почувались слова признательности и восхищения ее деятельностью, как научного светила и сотрудника. Несший вклад в основной круг научных интересов, таких как ратическая прародина индоевропейцев, ведические истоки серверовской народной культуры и других важных ее трудов. Особенно благодарен Светлане Васильевне в ее трудовой деятельности за следующие слова в напольстве. «Единым да будет наш замысел, едиными наши сердца, единым да будет наша мысль, чтобы было у нас согласие». Вечная слава и светлая память Светлане Васильевне. От века до века, от круга до круга было такие силы в Кабуне. Благодарю всех за внимание. И сразу же, не затягивая, включу запись, присланную от Ярославы. Здраво будьте, други! Меня зовут Ярослава. И мне бы хотелось почтить светлую память Светланы Васильевны Жарниковой, удивительной, прекрасной женщины, ученого. Знаете, меня вдохновляет внутренняя сила Светланы Васильевны и ее любовь к Родине. То, как она, несмотря ни на что, старалась пробудить самоосознание своих соотечественников, чтобы мы могли понять, в какой стране мы живем, какими великими были наши предки. И что необходимо вернуться к своим корням, к своим традициям предков, если мы не хотим вымереть, как мамонты. Светлана Васильевна, я желаю вам пребывать в светлых мирах. И думаю, что еще многие поколения будут изучать ваши труды и поминать вас добрым словом. Низкий вам поклон, Светлана Васильевна. Хотелось бы также поблагодарить радио «Славянский мир» за предоставленную возможность почтить светлую память Светланы Васильевны. Также предлагаю всем таким же образом почтить память Светланы Васильевны. Всем добра! Благодарю за внимание! Вот такое сообщение пришло от Ярославы. Напомню, что сегодня 24-й день месяца белого сияния и покоя мира 7524-го лета третельник по одному из старинных календарей, по одному из современных 4 января 2016 года понедельник на Народном славянском радио. День памяти Светланы Васильевны Жарниковой. 40-й день со дня смерти ее 26 ноября 2015 года. Пожалуйста, свои сообщения направляйте в чат. Если они будут по теме, то в этом случае будем их зачитывать. Вот одно из них я сейчас зачитаю. «Утрата великая. Ее рано ушли. Нас нагло начали высмеивать по ТВ. Технологии уничтожения прячутся на виду, показывая в фильмах будто фантазии. Мы как батареи, которых пытаются зарядить ведущие, подобно проводам зарядного устройства, и которых пытаются перекусить, чтобы мы остались без знания заряда. Светлой памяти всем, которых ушли, и будем по своим возможностям реализовывать в жизни эти знания во славу и во благо родов и предков и потомков наших». И еще Виталий дополнил. Когда Светлана Васильевна Жарникова заявила, что ее уже поздно убивать, это признание, что ее жизненная цель выполнена в мире яви. Давайте мы послушаем еще одну запись, которая была сделана специально для этого эфира с Иславом Глобой. Здравия, Ислав! Здравствуй! Здравствуйте, все наши радиослушатели! И сегодня мы начинаем общение с Иславом на тему, или по поводу, вернее сказать, который для некоторых людей выглядит достаточно трагично. Для тех людей, которые не совсем знакомы с ведической культурой, с ведическими основами. Я имею в виду то, что наша встреча посвящена 40 дням с момента смерти Светланы Васильевны Жарниковой. Вот давай начнем, наверное, с того, что является ведическим мировоззрением на смерть и что такое смерть вообще в нашем понимании. С этого, наверное, мы с тобой начнем, а дальше уже перейдем к тому, что такое смерть для человека ведущего, который занимался направлением ведическим в своей жизни, распространял знания ведические, изучал их, доносил для других людей. И в конечном итоге, кем же была Светлана Васильевна Жарникова? Вот давай эти три этапа мы рассмотрим с тобой. Три вопроса. Ну, если брать этимологию слова, то смерть является сложносоставным словом, в котором упакованы с одной стороны «се» — «мера твоя». То есть «эта мера твоя». С другой стороны — «смена меры» или «мерности». И то, и другое будет верно, потому что в нашем древнем языке каждое слово имело до 50 значений в зависимости от того текста и контекста, в котором оно используется. Поэтому и смена мерности одновременно происходит, и завершение той меры пребывания в этом мире, которая была исчерпана. Соответственно, если говорить о смерти как таковой, то я могу в пример привести ответ нашего отца Перуна на вопрос к нему, что есть смерть. И он отвечал, «Смерть не как рысь пожирает рожденных. Воспринимаемая нет у нее формы. Смерть вы познаете лишь в окружении, а для себя вы ее не найдете». И многие реанимированные, например, те, кто описаны в книге Райма Дамоуди «Жизнь после жизни», они говорят о том, что они как жили, так и дальше продолжали жить, но вдруг почему-то обнаружили, что физическое тело обездвижено и каченее, и вокруг него бегают либо родственники, либо врачи-реаниматологи. Вот, если кратко. Получается, что переживания, которые в современном мире вокруг смерти, вокруг ухода близких людей, они несколько надуманы или идут от невежества. Наверное, так, да? И то, и другое, но в большей степени от невежества, потому что у нас в медической Руси такое событие считалось с праздником, которое свидетельствовало о том, что человек теперь перешел в старший класс обучения в небесной школе жизни. Из младшего класса, которому он учился в явном мире, в более старший класс, которому он пошел учиться в мир светлой Нави и в мир прави. Назывался этот праздник Тризна, то есть знание о трех мирах, Яви, Нави и Прави. А почему же тогда укоренилась на Руси, в современном нашем мире вот такое переживание, почему люди плачут? Ведь плакать по-хорошему наверное никто, нормальный человек, никто из нормальных людей не будет, но у нас везде плачут, везде стинания, на кого же нас покинул, куда что ушел, зачем ты нас бросил и так далее и тому подобное. Это идет от чего? От того, что люди подсознательно чувствуют, что как-то не так жил человек, ведь еще раз говорю, по-хорошему это плакать не будут, если чувствуют, что человек светлый, перешел в мир иной, даже если мы берем какие-то современные религии, то там все-таки человек уходит к Богу, или не совсем это так? Почему такая скорбь? я думаю, я думаю, что в большей степени от невежества и эгоизма. Невежество не предполагает знания о Боге и высших мирах. а наоборот, ложное эго толкает на то, чтобы себя, любимого, жалеть в той разлуке, которая наступила. и не думать о том, что человек пошел к Богу и ему сейчас, скажем, намного лучше, чем было, потому что для, ну, в соответствии даже вот с Велесовой книгой, мы внуки, дачи Божьи, Перуна сыны и Сварога правнуки. И поэтому в этом мире мы находимся в самом нижнем мире. И когда мы здесь уроки проходим и они заканчиваются, мы возвращаемся в Высший мир. Поэтому всегда на Руси, в Ведической Руси и радовали. А если плачут, это вот, ну, с хорошей точки зрения, ну, это просто грусть от разлуки. А вот с плохой точки зрения, даже не точки зрения, а с плохой стороны этого явления, это помеха душе восходить. Это попытка ухватить ее там за штанину или за юбку и тянуть обратно. А вот обряд, который сейчас в большинстве своем исполняется практически в большинстве стран, цивилизованных стран, когда захоранивают человеческое тело, уже мертвое тело, это что такое? Это, опять же, желание каким-то образом привязать его к земным действиям, к земной жизни? Или это что-то другое? Может быть, какой-то механизм я не улавливаю? Может быть, что-то здесь потаенное есть такое? Дело в том, что по высшему аспекту очень великие души, если рассматривать вопрос по высшему аспекту, очень великие души, например, великие князья или великие святые в Ведической Руси разрешали, скажем так, оставить часть своего праха на земле, чтобы она была своеобразной телефонной трубкой связи с небесным миром. Но делали это по уму, например, тело в любом случае сжигали, но оставшийся пепел и не полностью сгоревшие кости могли не доводить до полного пепла и развеивать по ветру, чтобы он быстро слился с природой. на этом завершилась привязка к земному миру или в реку высыпать как символ реки жизни. А складывали в одном месте так называемую домовину, ну это такой небольшой маленький ящичек в форме дома маленького, куда урна с прахом помещается. Вот эту домовину ставили на шест определенной пропорции домик и высота от земли, а над этим всем домовиной на шесте насыпали курган. Если мы рассмотрим слово, это к ур га ны, то есть к цвету предков ур путь га наш. Любая пирамида имеет свойство концентрировать излучение на своем острие, а находящееся внутри нее содержимое как раз и обеспечивает связь содержимого с небесным миром по этому естественному природному лучу. Вот это был такой древний телефон, а для кого-то и видеотелефон. Люди, приходившие к кургану, могли входить в телепатическое взаимодействие с тем, кто поднялся в небесный мир, но разрешил использовать его останки для взаимосвязи с ним. То есть задавали вопросы, получали наставления. Таким образом шла преемственность духовная между небесными родичами и земными. А по низшему аспекту это скажем невежество, помеха душе быстро освободиться от земного мира, потому что и сложность воплотиться вновь, потому что есть правила, в соответствии с которым пока тело окончательно не растворилось, ну попросту не сгнило, то второй раз родиться человеку очень сложно, потому что два тела в одном мире недопустимо. Еще наверное надо учитывать следующее, что мы говорим о великих людях, князьях, князь это не тот, кого сейчас нам историки рисуют, это более высокоразвитый человек в те времена был, которого удостаивали звание князь или он доходил до уровня, которого уже можно было назвать князем. И в этом случае тогда да, вот этот курган, памятный курган, где его прах хранился, он имел какую-то обережную силу, он имел силу связи, а сейчас ведь многие личности настолько слабые, настолько обуянны различными пороками, что они не способны зарастить сильную душу, души тоже слабенькие, дух тоже довольно ущербный часто встречается, и поэтому когда происходит захоронение в полном виде, без крадирования, то есть без сжигания телес физических, то в этом случае получается, что это как бы медвежья услуга, как ты правильно сказал, душа не может оторваться какое-то время, и происходит торможение в ее развитии, и дух не может полностью отойти, в общем, здесь целая связка энергетических моментов, завязок, которые вредят и как самому человеку, отошедшему, якобы в мир иной, на самом деле, остающимся привязанным к нашему миру, и его родичам, которые на себе испытывают все неприятности того человека, который на себе испытывает опять же то, что они с ним сделали. Наверное, вот так вот, да? Да, привязка это мощное, и редко какой душе удается бесполезненно от нее освободиться. И вот, когда мы раскрыли первую часть нашей беседы, поговорили о наших древних обычаях и традициях, и к чему ведет несоблюдение их, наверное, стоит теперь перейдем уже к Светлане Васильевне Жарниковой. Светлана Васильевна отличилась тем, что она одна из первых подняла те вопросы, которые до нее по славянской тематике многие даже боялись упоминать, не то, что поднимать на уровень научной диссертации. И в этом случае, наверное, переживать по ее уходу было бы очень глупо любому славянину. Почему? Потому что она достигла того уровня, который многим даже и не снился в нашей жизни. Но с другой стороны, все-таки внутри где-то скребется червячок переживаний, что она могла бы сделать еще больше, что вот рановато ушел человек, она бы еще столько всего могла открыть. Вот давай этого коснемся. Как, на твой взгляд, здесь двойственность такая современного человека. С одной стороны, мы понимаем, что она ушла, светлая ей сварга, и переживать здесь не надо, она сделала свое дело достойно, и все там должно быть хорошо, и поможем мы ей, и чем можем, да? А с другой стороны, все-таки вот внутри остается, эх, как она мало все-таки сделала, как бы нам хотелось сделать больше. Хотя слово «мало» я в кавычках выберу. Ну, и то, и то понятно. Просто все зависит от степени внутреннего эгоизма. В любом случае, все произошло по воле Всевышнего прародителя. Когда она свои уроки здесь прошла, она получила право подняться выше и пойти дальше. Наша задача быть благодарными, наша задача оценить по достоинству то, что она подарила нам в качестве научных утверждений и открытий, и использовать их для возрождения Отечества. А в дар, в ответный дар, я всем предлагаю вознести ее честь молвления, славления, спеть мантру Ом и вот эти духовные заслуги даровать ей в ответ от благодарных единомышленников и соотечественников и просто людей, которые правильно и по достоинству оценили ее заслуги. Даровать ей для наивысшего достижения наивысших миру. Многие, наверное, задают вопрос, а почему мы говорим слова, которые многие люди не считают славянскими и русскими, то есть слово мантра. Что в данном случае такое слово мантра и почему ты употребляешь это? Давай расшифруем нашим радиослушателям. Ну, слово говорит само за себя. Ман это ум, разум, интеллект или человек. Да, он в германских языках, то есть спиндоевропейских это везде означает ман и в санскрите тоже. Человек, ум, разум, интеллект это как бы разные грани единого понятия. Твердо в соответствии с нашей буквицей означает утверждение, означает укрепление. Тра означает троичность. И таким образом получается, что Ара это изначальный свет Всевышнего прародителя. У нас вся речь на нем построена. Радуга, рассвет, радость и так далее. Получается мантра это утверждение света истины Всевышнего в нашем уме разума интеллекта. Или просветление человека и утверждение его в качестве Бога человека с помощью света Ра исходящего от Всевышнего прародителя. Вот вам и мантра. Да, и причем здесь можно еще давать много уточнений, потому что язык наш многоуровневый и каждая буквица, как ты правильно сказал, имеет множество значения, но я думаю, приведенные этого примера вполне логичны и вполне убедительны. Итак, на нашем сайте, на сайте Рода Божия присутствует и молвление, то есть славление, и присутствует тризна. Через это можно помогать человеку, уходящему от мира Яви, переходящему из мира Яви в мир, думаю, светлый, Нави, что, на мой взгляд, заслуживает Светлана Васильевна. Так вот, давайте перекоснемся молвления и тризны. Вот молвление, что это такое? Это привычная большинству людей, рожденных и живших в библейской концепции, молитва, или здесь что-то другое закладывается. Да, но почему используется слово не молитва, а молвление? Потому что молви — это речение, это, скажем, произнесение слов, адресованных к Богу. Но отличие молвления от молитвы заключается в том, что в молитве идёт прошение, а в молвлении идёт обращение. И вот эта тонкая грань в ведической культуре как бы не нарушалась нашими предками, и мы пытаемся её не нарушать. Потому что когда мы, ну, Велецовой книге конкретно спрашиваем, мы никогда сказано, мы никогда у Бога ни о чём не просим, Ему лучше нам знает, нас знает, что нам нужно. Мы всегда лишь Его славим за те, скажем, благодеяния и уроки, которые Он нам обеспечивает. Поэтому в молвлении нет просьбы, а есть славление и есть обращение. А в молитве привычно дай, 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 хочу, хочу, хочу. Поэтому мы не используем слово молитва, используем слово молвление. Понятно, а тризна? Тризна – это знание о трёх мирах. праве, яве и наве. Тройное знание. То есть знание о путях души в мире яве, в мире наве и в мире праве. И то есть молвление может произноситься практически в любое время, но тризна ведь привязана к какому-то действию, например, садятся люди за стол, помянуть у шедшего в мир иной, то, что говорится в простонародье. И вот тут, наверное, тризна применяется. И здесь сама обряд тризны очень многоуровневый и производится в первый день, в третий, в девятый, в сороковой. И вот есть краткое, скажем, краткий обряд тризны, но в нём где-то десятым шрифтом примерно двенадцать листов. и описаны действия, какие производятся, это связано и с подготовкой к крадированию или кремации, и проведение крадирования или кремации, но я это специально говорю, что сейчас преследуют за крадированием, конкретно преследуют прокуратура и милиция, а официальный путь это кремация, то есть использование крематория. То есть тризна это очень такой мощный и многоплановый обряд. И вознесение славлений и молвлений по поводу души идущей к предкам и к ней обращения, и к предкам обращения и действия связанные с этим обрядом. А то, что мы сейчас предлагаем это всего лишь тризна молвления, то есть это краткий текст на полстранички, подтверждающий заслуги этой души и перед людьми, и перед Богом. И свидетельствование наше, что душа достойная, и наше обращение к Богу принять ее. И мы поручаемся за то, что она с честью прошла эти земные уроки и эту земную жизнь. то есть это краткий текст на полстранички, а не те 12 листов, о которых я упомянул. Скажи, пожалуйста, какие бы ты качества Светланы Васильевны для себя мог отметить? Я не знаю, знаком ты лично был с ней или не был знаком в жизни, но все-таки исходя из того, что ты видел, слышал, читал, какие качества этого человека ты можешь отметить для себя, те качества, которым надо стремиться, на твой взгляд, любому из живущих на земле славян, любому здравомыслящему человеку? К сожалению, я лично не знаком, хотя я стремился к этому знакомству, но ввиду того, что мне сейчас оно оказалось недоступным в силу известных причин, имеется ввиду незаконное преследование со стороны властей и физически поэтому не удалось это знакомство осуществить и провести, но я знаком по рассказам других людей и по тем видео и аудио сюжетам, которых она высказывалась. Этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что это очень честное, порядочное, мужественное и добросердечное женщина, которая, в отличие от многих мужчин, имела мужество и смелость говорить правду. В научном мире это тем более сложно, потому что любая правда связана с тем, что чьи-то портфели начинают шататься, чьи-то духовные, извините, чьи-то научные заслуги ставятся под сомнение, и сказать правду в научном мире это очень тяжко. Тут же возникают оппоненты и не столько из научных соображений, сколько из соображений защитить свои какие-то там регалии и портфели. Поэтому клевали ее неслабо. И вот она все это могла выдерживать и продолжать говорить правду. И кто-то говорит само за себя. Какие научные труды, какие научные заявления ее, на твой взгляд, являются показательными тех черт характера, которые сказал, и, может быть, революционными в наше время с точки зрения славянства, продвижения славянской тематики? На что ты можешь обратить внимание? Ну, во-первых, она одна из первых стала говорить о величии нашей культуры, о том, что, скажем, то, что сказано в истории, там, 2000-летняя давность нашего народа, она смехотворно мала, что это перевали за 25 тысяч лет как минимум, и что культура была настолько высочайшей, что с ее помощью получали духовное развитие и покровительство другие народы, что санскриты древнерусский язык это одно и то же, что все, что содержит в себе русский север, все, скажем так, артефакты, а также гидронимы и топонимы гипербореи и средней полосы России, да и всей России, соответствуют древним ведическим текстам, о том, что мы пришли с севера, где был материк Китая или Арктида или Арктагея, пришли в гиперборею под давлением природных бедствий, а это как раз север, северная кромка нынешнего Северного Ледовитого океана, то есть вся кромка бывшего СССР, и оттуда, потому что древний материк начал постепенно уходить под воду, и оттуда мы начали осваивать Евразийский континент, и полностью, скажем, его в свое время населили, деля его с другими народами, и относились к ним как к братьям, и продвинулись от севера на юг, и там жили под давлением стихийных обстоятельств, климата и так далее, и так далее, то есть был очень суровый климат в период этих стихийных бедствий, нам приходилось уходить на юг, и почему нам? Потому что она открыто говорила, если вы берете связь поколений, то в своих предках мы существуем, и существовали, а если еще учесть законы кармы, законы перевоплощения, то это мы тогда же и жили, и тогда же проходили эти уроки и основали величайшую культуру, которая описана в ведах, и что она нашла в себе силы это все обнародовать и подтверждать на основе научных данных и артефактов, которыми Кишит, и Кольский полуостров, и Архангельская губерния, и Вологодская губерния, это как минимум, да и гидронимы, и топонимы, соответствуют Махабхара, соответствуют Рамаяни, которые традиционно считаются индийским эпосом. То есть это колоссальнейшее открытие и колоссальнейшее значение для нашей культуры. Как всегда по традиции я хочу попросить тебя сказать что-либо светлое доброе нашим радиослушателям, но поскольку мы сегодня говорим о Светлане Васильевне, то в этом случае наверное и добавить еще один момент, сказать что-либо доброе светлое ей, ее душе, ее духу, ее сущности, которая с нами сегодня прощается, которая сегодня уже уходит из явного мира, вот давай разделим так, скажем ей добрые слова и скажем нашим радиослушателям добрые слова. Ну, о ней я уже сказал, что это величайшая женщина, величайшие ученые, которые достоин всяческого подражания и похвалы за честность, открытость, любовь к родине и любовь к правде. Обращаясь к ее души, я мог бы сказать, что я, Светлана Васильевна, безмерно благодарен вам за то, что вы обнародовали, за то, что вы нашли в себе смелость сказать это открыто, сказать это доходчиво, аргументированно, доказательно и светлая вам память. Пусть боги, предки и всевышний прародитель встретят вас с простертыми объятиями и мы ныне живущие постараемся эту эстафету поддержать и внести свою лепту с вашей помощью, с помощью того, что вы нам довели до сознания, внести свою лепту в возрождение родной славяно-арийской культуры. Низкий вам поклон, честь вам и хвала. Ну и нашим радиослушателям изучайте то, что Светлана Васильевна оставила вам в наследство. В кратком описании нашего обращения о помощи ее души в восхождении через молвление тризное славление и мантру перечислены те книги, которые она успела написать и те темы научные, которые она успела рассмотреть и доказать. Изучайте это. Это ваше наследие. Это наше общее прошлое. Потому что когда мы знаем свое прошлое, свое духовное культурное величие, мы стремимся этого достичь. Мы стремимся быть достойными этого и вновь поднять на необходимую духовно-культурную высоту. И тем самым мы духовно растем. И нам есть, что оставить своим потомкам. потому что кто не знает своего прошлого, того нет будущего. А мы все хотим, чтобы оно было и у нас, и у наших потомков. Поэтому принимайте эту эстуфету, изучайте и распространяйте правду, свет и истину в своем окружении, в своем отечестве и в тех странах, где живут наши братья и сестры вдали от Родины. Благодарю. От себя я хочу пожелать каждому из наших радиослушателей будьте достойны ее светлой памяти. Пусть ее пример станет вашей практикой жизни. На себе с вами прощаюсь. Благодарю Всеслав тебя за участие в нашей короткой программе, посвященной памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Желаю всего самого доброго. Услышимся. Вот такое у нас получилось интервью с Всеславом. Напомню, что сегодня 24-й день месяца белого сияния покоя мира. Три теник 7500 до 24-го лета по одному из старинных календарей, по одному из современных 4 января 2016 года понедельник. День памяти Светланы Васильевны Жарниковой на Народном Славянском Радио. Продолжаю поступать в чате сообщения от наших радиослушателей, некоторые сейчас из них зачитаю. Светлана Васильевна достойно выполнила свое предназначение, свою дхарму, несмотря на активное противодействие так называемых академических ученых, которые не скупились на критику и высмеивание, очернение неугодных им людей. Она одна из немногих наследия наших предков. Огромный масштаб ее самоотвержденного труда, влага всего нашего народа, просто не укладывается в голове обыкновенного человека. Дальше Алексей написал Светлая память и сварги предчистой Светлане Васильевне. Огромная благодарность ей за все труды. Наталья пишет мне в утешении, Алексей, не переживай, что мало, как ты выразился оставленных сообщений, за то, каких емких и душевных. Согласен. Валентина. Да, не все так пессимистично, как звучало в эфире, ведь просыпаемся, вот что отрадно. Аркоинон. Светлана Васильевна была и остается в нашей памяти сильным и целеустремленным воином. Мы должны брать пример с нее и быть достойными продолжателями начатого ее дела. Пусть светлая душа ее пребудет в осварге предчистой. Валерий. Здравия всем, жаль, не нахожу правильных слов в память Светлане Васильевне, но она достаточно достигла, чтобы стать примером очень и очень многим душой. Я с ней и всеми, кто здесь собрались. У нас остается еще две большие записи. Последняя запись будет от известного писателя, так что рекомендую послушать ее. А сейчас я поставлю подряд несколько коротких записей, которые поступали на автоответчиках скайпа и были присланы к нам на радио. От имени рижской славяно-арийской общины мы оказываем свое почтение великому человеку, унесшему неоценимый вклад в пробуждение русского народа и всей славяно-арийской культуры. Вечная память Светлане Васильевне Жарниковне. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хочу сказать несколько теплых слов в память о Светлане Васильевне Жарниковой. Светлана Васильевна была человеком, который посвятил свою жизнь изучению русской народной культуры, языка и истории. И, несмотря на многочисленные препоны, способствовал сохранению и донесению до других людей информации о великом культурном наследии наших предков. Она убедительно доказывала наличие элементов русской культуры и языка у многих других народов мира, что было вызвано влиянием далеких предков коренных народов России славяно-арий. Такие люди, как она, выступают путеводными звездами для тех, кто интересуется истоками родной русской культуры и реальным прошлом нашей страны. В наше непростое время коренным народам России очень не хватает именно общей для всех них русской культуры и знаний о реальном прошлом нашей цивилизации. Это необходимо сейчас для того, чтобы жить в гармонии друг с другом и вместе защищать и благоустраивать наш общий дом. В этом очень велика заслуга таких людей, как Светлана Васильевна. Собирая по крупицам информацию о реальном прошлом и культуре Руси, они помогают нам увидеть еще и новые грани происходивших в прошлом процессах. Светлой памяти человеку, посвятившему свою жизнь исследованию великого культурного наследия русского народа. Доброго здравия слушателям Народного Славянского Радио и светлая память Светлане Васильевне Жарниковой, истинному родителю наследия Зимской. Светлана Васильевна одна из немногих российских ученых-историков, кто понял значение фразы «Народ, который не знает своего прошлого, не имеет своего будущего». Благодаря своему природному упорству и вере Светлане Васильевне удалось приоткрыть завесу замалчивания реальной истории земли русской, обнародовать множество доказательств того, что Русь задолго до появления Древней Греции и Древнего Рима была мощной развитой державой с высоким уровнем науки и культуры. Хочется надеяться, что ученые-мужи от официальной версии истории нашей земли последуют примеру этой женщины и продолжат ее дело родителя наследия Руси. Светлая память! Вот такие теплые замечательные слова приходили к нам на автоответчик и по почте присылались к нам в редакцию. Продолжаем наш эфир. Сейчас я поставлю запись с Екатериной Кислицыной. Думаю, что там некоторые моменты будут очень нам всем интересны. Не буду анонсировать, дайте просто послушаем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С нами Екатерина Кислицына. Здравия тебе, Екатерина! Здравия! Мы начинаем нашу беседу, посвященную памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Катерин, давай начнем с того, что в твоем понимании творчества Светланы Васильевны и кто такая сама Светлана Васильевна? Я бы Светлану Васильевну поставила в один ряд со всеми самыми выдающимися и светлыми именами в истории России, которые когда-то очень сильно помогли нашей стране. И вообще, я считаю, что я по праву можно назвать настоящим подвижником и даже пассионарием, потому что в вопросах истории, культуры нашего народа она просто невероятно огромную стену вот просто сдвинула своими хрупкими женскими плечами и руками, даже не знаю, как это правильно назвать, вот просто преодолела, прорвала очень серьезную брешь. И впоследствии для нас это еще отзовется миллионы раз светлыми, прекрасными событиями вообще в нашей дальнейшей истории и культуре, которая уже будет по-другому развиваться и мы уже будем другими. В свое время Михаил Иосифович Ломоносов очень активно защищал нашу древность и ему приходилось бороться с нелюбителями славянского направления, с теми, кто замалчивал нашу историю, а порой ее специально искажал, уменьшал и доходило вплоть до рукоприкладства со стороны Михаила Васильевича и известен тот факт, что даже он был в свое время в тюрьме и над ним висел Дамоклов Веч в виде приговора о лишении жизни. То есть в те времена нашелся один из ярких представителей славянства в лице Михаила Васильевича Ломоносова, который сумел продавить тот барьер, который был поставлен Миллерами, Шлёцерами и Байерами. На твой взгляд, Светлана Васильевна жила все-таки в несколько другом мире, в другие времена, где информация более доступна, но Михаила Васильевича Ломоносова, Светлана Васильевна Жарникова так или иначе действовали в одном направлении и также им приходилось что-либо пробивать. Да, конечно, ее по праву назвали уже во многих источниках, даже в наших СМИ, что она продолжательница делала Моносова, потому что по сути она, да, она закончила, можно сказать, его миссию, она ее продолжала, она ее осуществляла, и то, что она жила в другое время, когда уже больше технических возможностей, когда можно на любом конце земли что-то раскопать, что-то посмотреть, когда можно почитать любые летописи, любые описания, у нее этих технических возможностей было гораздо больше, поэтому она вот по сути поставила точку в деле Ломоносова, я даже не побоялась бы вот так вот сказать. Какие труды ты рассматривала, готовясь к сегодняшней нашей беседе, какие труды Светланы Васильевны Жарниковой тебе попались на глаза, и что о них можно сказать? Вообще Жарникова более 30 лет занималась исследованиями, связанными с гипербореей, и вот то, что бытует мнение в официальной науке, что это какая-то мифическая страна, на самом деле это уже постепенно становится вытеснено различными фактами, описаниями, различными исследованиями, и потихонечку готовится научная база для того, чтобы признать существование государства, которое было примерно на севере России, что это было высокоразвитое государство, высокоразвитая цивилизация, Жарникова занималась этим вопросом, и вот интересный сайт в интернете, он называется, по-моему, гиперборея.org, ну, можно забить Жарникова все о гипербореи, как-то так забить можно, и там найти все, что связано с гипербореей, и она не просто сама все исследовала, она систематизировала, обобщала труды всех ее предшественников, ее коллег, соратников, там можно найти ссылки и на их труды, то есть полнейший, объемнейший материал, очень интересный сайт, всем рекомендую. Плюс еще Жарникова написала несколько книг, я могу перечислить их названия и можно тоже их найти, заказать, купить в интернет-магазинах, или можно даже в свободном доступе найти, ну, вот такие названия, как Золотая нить, исторические корни образа Деда Мороза на русском севере, след Федической Руси, архаические корни традиционной культуру русского севера. Также у Жарниковой находятся в свободном доступе десятки научных статей, просто, ну, достаточно вот имя ввести в Google или в какой-то другой поисковик, и там выйдет очень много информации о ней. Это человек, который работал на большие массы людей, который не скрывал где-то там в узких кругах то, что он сделал, а именно все это выносил, доносил, и причем очень доступно. Очень часто нелюбители всего русского говорят о том, что те, кто начинают говорить о славянстве, очень много придумывают и додумывают. но в случае Светланы Васильевны этот номер не проходит, потому что Светлана Васильевна, как ученый, подавала информацию в виде фактов со своими размышлениями, со своими описаниями, со своими порой даже инструкциями, как дальше исследовать, как дальше что-либо изучать. Вот из того, что тебе известно, насколько ее труды, насколько ее статьи убедительны в этом отношении, насколько они отличаются от тех голословных порой утверждений любителей славянского направления, которые часто можно встречать в интернете и которые как раз и хают наши недруги. Мне достаточно привести такую ее цитату из последнего интервью, когда она уже, к сожалению, предвидела свою близкую кончину и говорила о том, что у нее появляются проблемы со здоровьем, в то же время она говорила, что очень рада, что донесла для людей то, что хотела. Ну так вот, она сказала, я в свое время поставила перед собой задачу разобраться в нашей истории и понять, что мы не с ветки слезли и никакие цивилизаторы сюда не приходили, и что в принципе русская икона появилась не потому, что была греческая. Я обнаружила, что имею дело с огромным количеством вранья, и еще мне было жалко тех историков, которые на эмоциях жили, доказательной базы не имели и становились объектами издевательств. И она такое слово интересное потом дальше привела, она хотела быть пулей непробиваемой, чтобы никто не мог смеяться. Вот она буквально так говорила о своем труде, потому что она себя обезопасила от нападок различных кривотовков и обвинений набором фактов, которые выявлены с помощью глубочайшего научного анализа, с помощью железной логики, которую очень сложно опровергнуть. И вот если послушать ее лекции, там просто такие глубинные знания, такие глубинные пласты информации, просто тут источников огромное количество, то есть она изучала письменные источники, изучала летописи, она изучала труды своих коллег, историков, этнографов, всех исследователей, которые работали в подобном направлении, она изучала названия рек, озер, населенных пунктов, она изучала русский язык в его архаических каких-то формах и диалектах, она изучала художественную литературу, все там сказки, предания, былины, она изучала традиции, обычаи, русский орнамент, изучала такие феномены, как русские гусли, русская прялка, Дед Мороз, откуда вообще такой персонаж произошел, и она изучала это не просто так, а изучала в сопоставлении с восточными источниками, то есть она была очень хорошо знакома с писаниями Индии и Ирана, такими как Ригведа, Махабхара, Таавеста и так далее, и нашла очень много общего, то есть она все это системно обобщила, все очень четко разложила по полочкам, и еще плюс она все это сопоставила с археологическими данными, и еще очень интересный момент, что она не просто обращалась к каким-то источникам, а еще сопоставляла это с условиями, в каких условиях написаны были данные произведения и о чем говорится в сюжетах, то есть если в ведах, которые принято назвать восточными, индийскими, описано северное сияние, то соответственно они не могли быть написаны в жаркой южной стране, то есть тут пуля непробиваемая логика и глубочайший анализ, поэтому она благодаря своей преданности делу и глубокому рвению нащупала очень глубокие корни, поэтому ей удалось практически сделать невозможное. Ты общаешься с различными известными учеными современности, которые занимаются фундаментальными направлениями в науке, большинство из ученых скептически относятся к нашему прошлому, те ученые, с которыми ты общаешься, как они относятся к жизни и творчеству Светланы Васильевны Жарниковой? Вообще все больше и больше людей проявляют интерес к жизни и творчеству Светланы Жарниковой. И дело даже не в том, что это ученый или не ученый. если это человек который действительно хочет понимать в какой он стране живет, кто его предки, какова его история, он в любом случае обратит на Жарникову внимание и на подобных ей людей, а если человеку в принципе все равно, ну значит ему все равно и не важно является он ученым или не является. и вообще очень сложный сейчас момент происходит в науке, что очень многие старые парадигмы они размываются и стираются и для ученых, которые жили в определенном информационном пространстве новое воспринимать действительно болезненно и тяжело и это требует глубоких личностных и духовных сил вообще понять, перестроиться, осознать ну вот это такое требование нашего времени сейчас все очень быстро меняется и люди, которые идут в науку должны быть к этому готовы слышал недавно запись Феоновой Людмилы Кузьминичной где она очень нежно с добротой относилась к деятельности Светланы Васильевны Жарниковой тебе же приходится с ней общаться с Людмилой Кузьминичной вот когда ты с ней разговариваешь и этого момента касаетесь вы то у тебя какие впечатления это просто дань моде или на самом деле Людмила Кузьминична понимает всю глубину тех работ которыми Светлана Васильевна нас одарила да она понимает всю важность этих работ и понимает что если наш народ не начнет осознавать свое реальное прошлое свою культуру не начнет понимать где правда где ложь в принципе это будет касаться всего что есть в жизни народа абсолютно всего и и экологии хорошей не будет и экономики хорошей не будет и образования хорошего не будет потому что все идет из корней то есть она видит основу нашу древнюю в виде основы для современности да просто человек у которого отрезали корни он не способен выполнять свое предназначение и жить так как требует его суть я бы так сказала из того что ты готовила к нашей сегодняшней беседе можешь что-то зачитать или пересказать своими словами еще помимо того о чем мы с тобой говорили ну я хотела бы коснуться биографии кратенько Светланы Васильевны может быть кому-то это покажется интересным на самом деле эта прекрасная женщина родилась в городе Владивосток Приморского края в 1945 году в 1970 году закончила факультет истории изобразительного искусства института живописи скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде затем работала в городе Анапа Краснодарского края и в Краснодаре с 1978 года по 1990 Светлана Жарникова являлась научным сотрудником Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника затем по 2002 год она работала научным сотрудником затем заместителем директора по научной работе Вологодского научно-методического центра культуры преподавала в Вологодском областном институте повышения квалификации педагогических кадров и в Вологодском государственном педагогическом институте В 1988 году Жарникова защитила диссертацию на тему «Архаические мотивы северно-русской орнаментики». С 2003 по 2015 годы жила и работала в Санкт-Петербурге. Она является членом русского географического общества. Она человек, который в научных кругах известен, но вот такого большого распространения именно в среде официальной науки, официального образования ее труды не нашли. Они широкой огласке не подверглись, но тем не менее, может быть, даже это и преимущество, что Светлана Васильевна работала на массы. Она очень активно читала свои лекции, проводила различные семинары, давала интервью. И работала она для того, чтобы донести информацию до широкого круга зрителей. И что отличает ее от многих авторов, то что она умела очень доступно и просто излагать свои мысли и доносить информацию просто до всех. Вот она могла заинтересовать даже ребенка, она могла заинтересовать даже каких-то людей, которые вообще никогда бы не столкнулись и не интересовались этой темой. И в то же время, как вот уже было упомянуто, что и для ученых она тоже интересна, которые действительно хотят разобраться, что к чему. То есть вот такая вот доступность, простота подачи, и даже она была человеком с юмором, жизнерадостным. И вот это действительно ей еще большой-большой плюс. И просто даже не хватает слов, чтобы выразить все почтение этой замечательной женщине. Уровень общества всегда показывает тот факт, как реагирует общество на смерть того или иного человека. И когда уходит из жизни какой-либо актер или политик, который по сути тоже является актером, то есть он повторяет чьи-либо слова или чьи-либо мысли, только один из них, актер, говорит это на сцене, в театре или кино, а другой это говорит с трибуны, то сразу все средства массовой информации начинают пестрить объявлениями о том, что ой-яй-яй, ушел какой-то известный хороший человек. А когда уходит какой-либо человек, который сумел создать что-либо новое в этой жизни, причем создать не просто так что-то, а создать полезное для нашего общества, то средства массовой информации особо об этом не говорят, а многие вообще не говорят. Насколько я понял, о Светлане Васильевне Жарниковой упомянули единожды на Ленинградском телевидении о том, что вот ушла из жизни Светлана Васильевна Жарникова. А все остальные средства массовой информации оставили без внимания этот факт. Как раз это и есть тот самый показатель, о котором я говорил. СМИ реагируют на потребности людей, живущих в стране, и выдают только ту информацию, которая этому обществу нужна и интересна. Когда мы видим, какие интересы у нашего общества, которые показывают, и о чем говорит СМИ, меня немножко это расстраивает. Да, я полностью согласна, меня тоже расстраивает, потому что такое замечательное имя, создавшее просто удивительный такой, скажем, такой кладезь, источник знаний. Она как путеводная звезда, которая повела наш народ. И вот упомянута была единожды на Санкт-Петербургском телевидении. Но тем не менее, людей, которые интересуются настоящей русской культурой, ее истоками, корнями, прошлым, становится все больше и больше. И в этой-то среде она знакома каждому, абсолютно каждому. И представители данной среды все согласны, что понесли невосполнимую потерю. Но тем не менее, она останется навсегда в сердцах. Ее книги, ее лекции, интервью все на слуху. Все они прочитываются, либо просматриваются, либо прослушиваются. То есть все они востребованы, все они нужны и распространяются. И в принципе, это имя, которое будет жить, и, возможно, спустя многие годы, оно обретет еще большую популярность и известность, нежели сейчас. Вполне возможно, что в каких-либо городах мы увидим улицы с ее именем, названной ее именем. И это будет по-настоящему очень хороший показатель созревания нашего общества. Из того, что ты готовила, тебе что-то есть еще сказать? Вообще, мне очень понравились ее слова, когда она записывала свое интервью, уже одно, возможно, из последних. И я зачитаю, я люблю свою родину, никуда не собираюсь и никогда не собиралась ее покидать. И мне всегда было очень обидно за то, что постоянно унижают мой народ. Постоянно говорят о нашей глупости, о нашей серости, о нашем варварстве и так далее и тому подобное. То есть меня вот эти слова ее до глубины души задели, потому что каждый человек, кто любит свою страну и свой народ, вот он точно такие же эмоции в себе испытывает. И просто, когда начинаешь об этом во всем задумываться, тогда действительно понимаешь, что нужно изучать, нужно разбираться и нужно очищать свое сознание от пластов лыжи, в которую были мы погружены в течение многих столетий. И вот не случайно ей было дано такое имя, потому что она действительно на это вот темное болото, на этот мрак она пролила свет. Вот она действительно как путеводная звезда повела наш народ и пролила вот такой вот яркий-яркий свет. И в душах свет, и вообще все, что касается этой женщины, вот ассоциация это свет. У нас есть такая традиция, когда говорящий что-либо желает тем, кто это слушает. Но поскольку мы сегодня не просто так общаемся с нашими радиослушателями, а общаемся по определенному событию, у нас сегодня День памяти Светланы Васильевны, то я предлагаю тебе сначала сказать что-либо доброе памяти Светланы Васильевны, как будто ты обращаешься к ее душе, непосредственно пожелать ей что-то, а потом уже пожелать что-либо нашим радиослушателям. Ну я бы сказала, обращаясь мысленно к Светлане Васильевне, что огромная ей благодарность, огромное чувство гордости за эту женщину. И вот мне тоже сейчас все чаще и чаще приходится разговаривать с людьми, и когда меня спрашивают, откуда ты берешь что-нибудь про славян, и какая связь между славянами, между Индией, и еще какие-то подобные вопросы. Откуда ты вообще берешь, что славяне древние, они далеко не древние, язык у них не древний? Я вот первым делом всегда привожу Светлану Жарникову, и просто этот человек, который помог не только мне, а многим людям осознать и понять вообще, что такое действительно наш народ и что такое наше прошлое. И еще то, что все-таки, когда в тебе говорят эмоции, или то, что вот сейчас принято назвать генетическая память, родовая память, какие-то образы всплывают, это многими людьми не воспринимается, а воспринимаются только четкие и выявленные факты. И именно эти факты всегда приводила Светлана Жарникова, и поэтому я всегда на нее ссылаюсь. И это действительно очень помогает. И многим людям, которые как-то сомневаются, и тоже познакомившись с Жарниковой, они тоже начинают задумываться и понимать, откуда все-таки ведут свое изначальное происхождение славяне и так далее. И огромная благодарность этой женщине, огромная гордость за нее. И я бы очень хотела, чтобы это имя жило в сердцах наших людей, чтобы ее помнили всегда, и самое главное, чтобы еще нашлись люди, которые бы продолжали ее дело. И это не обязательно, только история. Это вообще, наверное, всего касается. Если человек предан своему делу, ему нужно идти до конца. И вот как Светлана Васильевна, она вот до самых-самых глубоких корней добралась, так вот, наверное, в каждом деле. Раз уж его делать, так разбираться в нем до конца, добираться до самых глубоких корней, либо подниматься вот до самых-самых вершин. То есть такой вот ее необычайный перфекционизм, жажда, страсть к делу. Вот это действительно заразительно, и это хорошо было бы для нас, для всех. То есть ты объединилась сейчас послание Ислане Васильевне и нашим радиослушателям. Да, да, можно сказать, это пожелание. И еще хотелось бы пожелать, чтобы люди, да, чтобы они больше ориентировались на таких, как Светлана Васильевна, на настоящих, преданных своему делу людей, на настоящих, по-настоящему мудрых людей, учителей, и всегда брали у них лучшие, учились всегда у лучших. Благодарю за добрые, теплые слова. От себя я хочу добавить. К сожалению, я лично не был знаком с Светланой Васильевной Жарниковой. Я не знаю ее неземного имени. Я знаю только Светлана Свет Васильевна, из рода Жарниковых. Поэтому могу только сказать от себя так. Светлана Васильевна, сварга тебе предчистая и вечная память. Да, присоединяюсь. На этом я прощаюсь с тобой. Благодарю тебя за участие. А всем нашим радиослушателям желаю добра. Да, я тоже. Вот такое доброе у нас получилось интервью. Я бы сказал, даже беседа с Катериной Кислицыной. И напоследок у нас остается несколько записей. От Михаила Васильевича. И как я обещал, уже в заключении выступит Юрий Васильевич Сергеев. Очень известный писатель. Давайте сейчас я посмотрю, что нам поступило из чата. И потом запущу эти записи. Аркуинон. О Светлане Васильевне я впервые услышал именно в передачах Народнославянского радио. Несколько месяцев назад. До этого момента даже понятия не имел о столь великом человеке. Наталья. Аркуинон, все так и было. Представляешь, какой вклад вносит Славянское радио в распространение информации? А мне хочется ответить. Представляете, какой вклад все мы можем вместе внести в общее дело, если начнем совместно распространять информацию в этом мире? Каждый из нас должен понять следующее, что если я не сделаю что-то, то за меня, мою работу, никто делать не будет. Это только у тех людей, кого принято назвать паразитами, есть такая поговорка, я свою работу за тебя делать не буду. А вот всем светлым людям необходимо знать, что именно свой труд, свою миссию необходимо самому лично выполнять. Потому что речь идет о личном развитии и о развитии общества, в которое, возможно, тебе придется вернуться. Вполне возможно, тебе придется вкусить все те плоды, горькие или сладкие, в зависимости от того, какими ты их посеешь, семенами еще посеешь здесь, сейчас, в будущем. Вот что из твоих семян прорастет, может быть, через сто лет, может быть, через тысячу, то ты и вкусишь. Поэтому никто за нас нашу работу не сделает. Никто за нас землю лучше не сделает. Никто за нас мир лучше не сделает. Итак, я запускаю еще две коротенькие записи. Михаил и Василий Васильевич. Здравия всем слушателям Народного Славянского радио и всем добрым людям. Меня зовут Михаил. В этот день памяти Светлана Жарникова хотел бы выразить свое почтение и большое уважение этому светлому человеку. За ее труды и открытие выследования нашей славянской культуры на среде предков. Ее глубинная информация о наследии наших предков, как глоток живой воды в нашем мире, противоречивая информация, где мы живем, не совсем понимая своего родства, корней, обычаев. В ее трудах чувствуется большая глубина и огромное участие. Осознание всех процессов, как будто у нее ключики ко всем на свете замочкам, где хранится множество заветных тайн и секретов. При всем при этом, донесение их до слушателей получается очень доступным языком, что воспринимаешь всю полноту сказанного. Ее волшебный тембр голоса и вибрации настраивает на получение информации в совокупе с четкостью слов, расставленных акцентов, что бьет прямо в цель, пробуждая и давая задуматься над многими вопросами, которые в повседневной жизни многих пока в данный момент очень далеки. В том числе люди начинают задумываться, задавать себе кучу вопросов и искать на них ответы. А значит, повышает свою осознанность и кругозор, находит свой путь в жизни, познает себя. Соответственно, ее труд в исследовании наследия предков еще долго будет бодоражить умы, возражать тягу к изучению. Светлая память этому великому человеку. Благодарю всех за внимание. Всем добра. Здравствуйте. Я Василий Васильевич. И сегодня я хочу сказать несколько слов по поводу кончины Светланы Васильевны Жарниковой. 26 ноября 2015 года утром в кардиологическом центре Алмазово, это Санкт-Петербург, кончала Светлана Васильевна Жарникова. Кандидат исторических наук, этнолог и искусствовед, действительный член русского географического общества. Основным кругом ее научных интересов являлась арктическая прародина индоевропейцев, велические истоки северо-русской народной культуры, архаические корни северо-русского орнамента, санскритские корни топа и гидронемии русского севера, обряды и обрядовый фольклор, а также русский народный костюм. Это был крупный, естественный и вченый этнолог, благодаря трудам которой проведены огромные исследования различных вопросов, связанных с орнаментальными мотивами русскими севера и так называемой теорией о прародине индоевропейских народов. Она совершенствовала методом экстраполяции, перенося данные 19-го столетия в каменный бронзовый век. Для нее не существовало границ, ведь даже сакральные знания древности сохранились фрагментарно в индийских сведах иранской вести, в северо-русских диалектах и памятниках материальной культуры савианских народов. Все это вместе реконструировало картину жизни древних интергриев. Даже великую реку Адвисуру Анахиту она нашла на севере. Как она сказала, это наша северная двина. Все очевидно. Дви двойная, река рассоха на суфике, обозначающую реку. В этом современном изучении, а в старину арийское, река людей две значения совпадают. Сура, песня, течение, поток. Увлеченно рассказывала Светлана Васильевна. В вести говорится, у нее тысяча заливов и тысяча притоков. Разве у нашей двины не так? Знаете, я вот вырос на берегах этой руки. В детстве купался в ней много раз. Только сейчас я уже начал понимать, а вернее осознавать через Светлану Васильевну, где я живу. Может быть, я даже немножко стал понимать, кто я и почему я здесь. Потому что она рассказывала это от себя, от души, от сердца. Она так и говорила, артвессора впадает в Белопенное море, а Двина тоже впадает в Белопенное море. Ну и многие другие у нее высказывания по этому поводу очень много подтверждают все эти слова. Последние годы Светлана Васильевна проживала в Петербурге. Она была ведущим в России, специалистом по своему профилю и абсолютным авторитетом. У нее вышло несколько книг, ее публичные лекции легко найти в интернете. И самое, что может быть утручает, это то, что те, кто много лет назад смеялся над ее теориями, теперь вдруг в односчастье стали гордиться с ней и даже пытаются делиться воспоминаниями. Даже кое-кто имеет наглость говорить о какой-то совместной с ней научной работе. А ведь кроме сына Алексея, других авторов у Светланы Васильевны в Вологде не было. Пресвятую Исфаргу я думаю, что многие, многие лета мы будем помнить о ней, как учителя, как человеки, сделавшие первый шаг в развитии самосознания людей, об их происхождении, им давшие очень много, абсолютно много тех, кажется, и вроде бы незначительных вопросов, но открывающие глаза на то, кто мы и зачем мы здесь. Давайте помнить Светлана Васильевна всегда. Это великий человек. В заключении у нас остался последний разговор с Юлией Васильевичем Сергеевым, но прежде чем его запустить, я еще прочитаю кое-что из чата. Валентина написала «Предлагаю всем слушателям сохранить у себя на страницах фото с изображением Светланы Васильевны в память о ее вкладе и мужеству». Путник, увидев, поинтересуется, дверь приоткроет к знанию и образованности. Хочу сказать, что, наверное, у многих есть какие-то свои логины и то, что здесь называется «Стены» в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», Народная Славянская Радио также имеет свои группы в «Одноклассниках», в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и даже в «Твиттере» иногда бывает что-то пишем. Поэтому один из вариантов вашего участия и помощи распространения информации это привлечение новых пользователей в группы «Одноклассниках», в «Фейсбуке», «ВКонтакте». Также у нас есть своя защищенная первая славянская социальная сеть. На нашем сайте есть ссылка на нее и также есть еще и форум, где много-много различной информации находится. И, естественно, что канал на Ютубе, где появляются записи эфиров и программ Народного Славянского Радио. Так что вы тоже можете рекомендовать своим знакомым, друзьям, если видите, что в этом есть необходимость. Итак, подходим мы к очень интересной записи беседы с Юрием Васильевичем Сергеевым. Чем она интересна? Дело в том, что Юрий Васильевич Сергеев по убеждениям христианин, но придерживается при этом ведических взглядов. То есть, он не отказывается от своего убеждения, правильно это неправильно, я не сужу, я не судья ему, но он считает, что у всех нас древняя ведическая основа. И в этом диалоге нашем с ним, в этом интервью есть несколько предложений, к которым я рекомендовал бы прислушаться всем, кто сейчас слушает наш эфир. Здравствуйте, наши радиослушатели. С нами на связи известный писатель, очень интересный человек, Юрий Васильевич Сергеев. Здравия тебе, Юрий Васильевич. Здравия. Поскольку у нас сегодня сороковина со дня смерти Светланы Васильевны Жарниковой, то в этом случае все наши мысли, все наши слова будут посвящены ее светлой памяти. Скажи, пожалуйста, от себя, что, на твой взгляд, является творчеством Светланы Васильевны и кем была в этой жизни Светлана Васильевна? Я вам скажу, я лично знал и встречался в Вологде с ней не раз, что сорок дней назад ушел от нас великий воин, духа такой, удивительная женщина. Без нее я сорок дней не могу опомниться никак, что ее нет. Потому что она действительно воевала за Русь, за наши корни, за великое прошлое России, русского народа. И потеря, я думаю, что будет, конечно, восполнима. Вот ее учитель Гусева санскритов, и сама Светлана Васильевна была в этой теме очень профессиональным, глубоким ученым. Она вселяла надежду, когда читаешь ее, слушаешь, вселяла надежду и уверенность, что Россия имеет великое прошлое, великое тысячелетие и письменности. Это нас пытаются гнобить, ее как саму-то ее не признавали якобы все вот эти маститы якобы ученые, которые ничего не создали, ничего не сделали в жизни, а только клевали, клевали ее за ту истину, за ту правду, что она раскапывала в нашем прошлом. Она удивительна в своих работах по рекам Вологодской области и по многим таким, она четко определила, что древнее славянское начало было именно оттуда пошло. Поток вот этот гиперборея шел через Волок, до Урал и докатился до Индии. Она так с азартом с таким вообще она страстная была женщина такая, с азартом она рассказывала мне, как однажды в Вологду, это еще давно, может лет 15, приехали 42 индийских санскритолог, ученых приехали, маститы ученые, а в Вологодском Кремле есть уникальная комната, куда они всех пускают в музеи. Там вышивки, вологодские древние вышивки, но так как свастики и предвзято вдолбили себе в голову нынешние пустые историки, что это свастика, что это связали с Витлером, но она десятков тысяч лет имеет свою историю, в том числе и на славянских. Ну ладно, короче, она привела их в эту комнату. Индейцы огляделись кругом и строго так спрашивает Светлану Васильевну, с какого штата вы у нас это украли? Она говорит, я так изумился, как это все наше, да бросьте вы наше, они так и не поверили, потому что аналогичные были вышивки такие же. Но когда мы приехали, приплыли в Великий Устьюх, нынешнее столице Деда Мороза, и пришли в одну деревню, приехали там, по деревне походили, и эти санскритологи индийские опять с возмущением и с недоверием так говорят, а почему у вас люди в вашей деревне разговаривают на нашем санскрите? Она говорит, Светлана Васильевна, не на вашем санскрите, а на нашем они разговаривают, это вы, на нашем. Но вы знаете, она же доказала потрясающие вещи, что, например, до сих пор в Индии брак сочетания совершается только после того, как расписывается на бересте, в Индии берез нет. То есть она доказала, что многие корни, особенно по рекам Вологодским, они сакральные, арийские такие, сакральные начала нашей великой Родины, великой России. как бы нас не топтали, как бы нас не унижали, все равно такие воины, как Светлана Жарникова, они выправляют этот мутный поток, отводят его в сторону, и остается чистая река жизни, чистая река нашей истории, великой истории. Светлана Васильевна выдающийся ученый, просто выдающийся. То, что вот режиссушители, можете посмотреть в интернете ее ролики, в книге можете прочитать, в ней прочесть книги, они в интернете есть, и так, и вы поймете, что Светлана Васильевна боролась за ваших детей, за ваше будущее, за весь наш русский мир. Она была просто удивительной, такой, настоящей воительницей за наше прошлое, за наше Отечество. Низкий поклон ей, она сейчас ушла к нашему русскому роду, она смотрит на нас сверху, она еще пока здесь, у нее душа, и нельзя забывать такую женщину, такого ученого, как Светлана Жарникова, надо помнить о ней вечно, пусть земля и будет пухом, хорони ее, душу Господь. Очень добрые, теплые слова, Юрий Васильевич, а вот по жизни, какая она была, ведь немногие с ней могли так вот в открытую, откровенно, за одним столом сидеть, общаться, как она себя в жизни вела, скромно, или наоборот, очень открыто, что они можно сказать как о человеке, понятно, что воительница, она была очень серьезная, и дух воителя в ней присутствовал и чувствуется во всех записях, а вот с точки зрения человеческого общения? Она очень была ранимый, тонкий человек, она вот, понимаете, она когда чувствовала, когда мы с ней начинали говорить, вот, я же тоже, у меня романы княжи острова о наших корнях, и вот сейчас пишу новый роман о древних наших историях, о древних корнях, вот, и она как бы чувствовала, контакт произошел вот в этом миропонимании, в общей идее, и мы с ней, она была очень откровенной человеком, откровенной, иногда прямой даже обижались, и обирала на нее, что она могла сказать жестко, но она отстаивала, просто насмерть билась, как грудью шла на пулеметы, вот, она очень была такая, бесстрашный человек, великий человек, русский человек. Бытует, сейчас такая версия появилась, что ей кто-то помог уйти из жизни, то есть, это скоропостижное заболевание, оно очень быстро развивалось, какие-то есть соображения по этому поводу, может быть, на самом деле, где-то эти либералы-ворожки там что-то под такое поднаварили, что-то такое замутили? Я не исключаю это дело, потому что есть методики, вот, Левашов Николай, он рассказывал такие, есть методики, он в Америке когда был, у него там со второчек стреляли этими иглами с лекарством и прочее, прочее, значит, он пробивает на 15 метров пробивает одежду и растворяется внутрь тела, вот, вот, смотрите, в Венесуэле и там в Южной Америке умерли от рака несколько президентов там и водовещихся людей, ничего просто так не бывает, поэтому я не исключаю тот момент, что и рак, он и заразен рак, вот, и когда я увидел ее, мне сразу просто испугался в последнем интервью, она худая такая была, все прочее, вот, есть разные облучатели, все прочее, но вы знаете, завет не завет, а убей лучшую из русских наших врагов, вот, это такое правило, так же, как был подручная Евтушенко убила Рубцова Утюгом и многие-многие другие, и этот Тальков, да кто там Пушкин и Лермонтов, вот, они мешают, мешают сатанинской империи, вот, Америка сатанинская империя, вот, и они мешают ей развернуться, чтобы появились новые троцкие, новые тут, сверху, и чтобы начали уничтожать русский народ, а нельзя по их пониманию, чтобы русский человек проснулся и познал свои корни, которые просто давала на вытянутых руках Светлана Жарникова, вот, смотрите, пейте эту воду с родников древних своих, вот, смотрите, какие мы были и какие мы стали сейчас, вот, поэтому великая была. Да, если уж мы говорим о либералах, то либералы, они, как говорится, мягко стелят да жестко спать, слова-то у них льстивые, такие замечательные, а вот по делам, где они появляются, там появляется грязь, вонь, там появляется разруха, и Америка, это только проявление этого либерализма, как это говорят, айсберг, видно только небольшую часть, а все остальное скрыто под водой, я думаю, она затронула такой пласт информации нашей древнеславянской, что заскрежетали зубами не только те, которые видимые, а те, которые скрытые были, те, которым все русское, как поперек горла, кость, и вот как раз Нимтона на хвост наступила, уж громко не визжать начали, уж много она зубов повыбивала им, поэтому вот такая версия, я ее не исключаю, что помогли ей уйти из жизни, но во всяком случае, как говорится, русичи никогда смерти не боялись, если настоящие русичи никогда не кривили душой, и вот здесь, как ты сказал правильно, она воин, вот это воинство ее, хотя и в женском обличии она была, но это чувствовалось в душе именно воин, который первое, напомню всем, первое, которое защитило диссертацию на славянскую тематику, многие мужчины не боялись браться за это, многие, как только слышали тему диссертации, они сразу закрывали глаза, затыкали уши, как те три обезьянки, и затыкались в рты, лишь бы только лишнего не сказать, потому что мужское у них только было обличие, а вот душа у них была далеко не мужская. Ну, ты понимаешь, это же уже с советских времен идет жесткое такое уничтожение наших корней, наших исторических, вот возьмите в Ростове, я пишу сейчас новый роман «Азовское сидение», я в Ростове приехал в музей, этот исторический музей, но там ни одного русского человека нет в этом музее, значит, ну, понятно, кто там сидит, в Азове к директору музея прихожу, говорю, я пришел в Азовское сидение, помогите, вот он так на меня глаза выпучил, говорит, вы что, об Азове все написано, не надо ничего писать, представляешь, назидательно так, что все уже написано об Азовском сидении, сидении, вот, поэтому охрана идет, такая охрана наших корней, не то, что охрана, просто уничтожение нашего прошлого, и чтобы молодежь не знала, кто они есть на самом деле, а чтобы пили водку, там, наркотики разные, вот, вот, такой же сейчас идет накат на Чудинова, вот, на Жданова, в котором мы вместе вот выступали, на всех вот русских историков, истинных таких, вот, как Светлана Жарникова была, вот, они просто не могут, скрижащих зубами, я с одним, знаешь, либералом встретился на железнодорожных путях, как у Белова написано, значит, он с моим другом шел, ну, я поздоровался, и когда друг тому представил меня, что писатель Сергеев, это как раз после того, как вышла роман-газет «Наследница моя», и вдруг он такой ярости прям набросился на меня, ты, Сергеев, ты пишешь, что Россия родина слонов, да у меня материал про Розаевского есть, что он был фашист, я говорю, неправда, я себя у брата только что встречался в Алмавыке, Владимир Владимирович Розаевский, никакой, не фашист был, это по, значит, по Хабаровскому процессу, японский генерал Акино сказал, что от РФС, как он называется, от Розаевского, ни одного не было человека, который воевал против России, вот, семеновцы были, а вот они не были, вот, и вот, когда он это, начал мне, я ему говорю, ты пишешь так, такие книги, что Россия родина слонов, ярость такой, я говорю, да, Россия родина слонов, как так, ну, а куда эти молодые слов денешь, слонятся, прислонятся, заслон, Россия родина слонов, он рукой махнул и пошел, вот, дело в том, что с ними надо биться, вот, нельзя поддаваться, потому что они просто, вот я еще скажу, после нашей встречи с Рождановым, я в этом году проехал более 30 тысяч километров, объехал в Тюмени был, Урал весь проехал, Демитровские города, вот, в Кургане был, значит, наснимал очень много материала, вот, и вот, поразительно, казачество, как зарождается там в этом, сухой лох, это Свердловская область, там казачество, они не подчиняются никаким этим атаманам, которые обвешались, крестами, до самых, ой, чуть не сказал, все грудь и штаны завешали себя, они действуют, они работают, они молодежь воспитывают, такое, мне так понравилось, вот, поэтому, надо работать, я уже давно бросил это еще, после ВЛК, я понял, что бей жидов, спасая Россию, это мы только накачиваем их энергией, надо позитивно, надо что-то созидать, создавать, это самое страшное для всех врагов, и России, и Светланы Жарниковой, которая ушла, вот, она стоит рядом с нами, роту ее примет, и она будет стоять в нашем строю, я в это верю, великий человек, Светлана Васильевна Жарникова, Вот ты очень правильно сказал фразу такую, о том, что вот эта фраза, которая еще с революционных времен в воздухе витает, она на сегодняшний момент приводит только к тому, что накачиваются наши враги, нашей энергией, а вот когда мы касаемся своего прошлого, когда мы изучаем свое прошлое, когда мы осознаем, кто такие наши пращуры, кто мы такие на этой земле, вот только тогда энергия идет в наши рода, в наше славянское, скажем так, общество, в наш славянский мир, и только в этом случае, когда человек становится осознанным, здравомыслящим, ведущим о своих корнях, только в этом случае мы можем возрождать ту Россию, на которую смотрит весь мир, ту Россию, о которой писала Светлана Васильевна Жарникова, ту Россию, о которой говорят те люди, о которых ты упоминал, на которых идет травля, сегодня, так же, как и на Светлане Васильевне, и поэтому я всегда обращаясь к нашим радиослушателям, говорю, будьте достойны примера Светланы Васильевны, будьте достойны примера тех людей, кого уничтожают наши враги, а не просто так крыстись друг на друга, не хватайтесь за какие-то лозунги, не устраивайте разборки между собой, у нас же сейчас модно, ты язычник, ты ведист, ты христианин, ты атеист, и начинают друг друга молотить, а в конечном итоге, кому достаются сливки, кто их снимает, вот если вы об этом забываете, то тогда вы все время будете лить воду на мельницу наших врагов, если вы будете помнить, что мы все единокровные братья, и что те побратимые народы, которые сотни, тысячи лет рядом с нами жили, они уже без нас не могут жить, они с надеждой смотрят на нас, может быть, даже иногда и ругая, ругая, причем заслуженно, то, что мы забыли, кто мы такие, так вот, если мы все об этом вспомним, то тогда будет та самая сильная Россия, которая объединит весь славянский мир, и поможет всему миру осознать, что мы человеки на этой земле, и что нельзя здесь устраивать свалку, нельзя здесь устраивать вот гадости, которые сейчас нам насаждают, и Светлана Васильевна, мир ее праху, и светлая память, она как раз об этом всегда говорила, что мне всегда нравилось в ней, она указывала на то, у нас великое прошлое, и вы должны держаться это прошлое. У меня будет два предложения, значит, первое, это за счет информации от вашего радио на своем сайте, на сайтов размещу это дело, вот, давайте соберем народный сбор вот в вашем лице, чтобы вы были как организаторы этого, и поставим, не будем обращаться никаким правительством, ничего, а поставим памятник и на ее могиле вперед, и раз. второе, надо как-то устроить, вот, например, чтения писателей, шолоховские чтения, вот, а вот жарниковские чтения, чтобы собирались писатели, патриоты, чтобы собирались историки, наши, подлинные, и вот, чтобы она была как флаг возрождения нашей праистории, нашего великого прошлого. Ну, вот, на смотрение зрителей, на вас, хотелось бы, чтобы не забыл, чтобы она постоянно была рядом с нами. Замечательное предложение, я думаю, что мы информационно его поддержим, и по возможности, если это будет такая необходимость, традиционно еще поучаствуем, поэтому я призываю всех, кого это предложение затронуло, обязательно связаться с нами, и мы будем вместе всем миром думать о том, как это сделать лучше, как сделать так, чтобы слова наши не просто были словами, что уже хорошо, а чтобы еще они материализовались в этом мире, чтобы каждый мог подойти к обелиску, к памятнику, к мемориалу, как получится, как это назовем, это уже не важно, главное, чтобы это было, и поклониться в пояс до земли Светлане Васильевне за тот труд, который она сделала. Благодарю тебя за очень хорошее предложение. Юрий Васильевич, еще такая традиция есть, говорящая что-либо желает тем, кто его слушает, но поскольку у нас не просто разговор со слушателями, а у нас еще и памятный день, то в этом случае я предлагаю сделать твое заключительное слово в виде двух обращений. Первое – это пожелание нашим радиослушателям о том, как жить на земле и что делать. А главное, на мой взгляд, это сказать добрые слова душе Светлане Васильевне. То есть, вот как будто бы ты говоришь ей. Вот, пожалуйста, у тебя есть такая возможность и нашим радиослушателям что-то сказать, и Светлане Васильевне. Ну, радиослушателям, я просто прошу своим друзьям, знакомым рассказывать то, что вы услышали и как бы расширять круг наш, русский круг. Должны пойти как волны по чистому Байкалу, такие знания интересные мы можем послушать от того же Жданова и этого великого, считаю, этого же ученого Чудиного и многих других. И вот желаю вам всего самого русского, нашего, национального. Потому что сейчас у нас по радио и по телевидению почти нет русских песен, кроме «Гравия гармония». Вот это нас опять же терроризирует, уничтожает. Ну, мы должны возрождаться, проводить семинары. Вот я провожу семинары «Золотой щит», может в интернете посмотреть, «Казачий спас золотой щит». У нас там школа семь лет уже школа «Казачья песня», школа «Казачьего пляса», рукопашный бой. Надо что-то делать. Нечего сижуться в своих этих закутках, на диване лежать с газетой. Надо действовать во имя России, во имя и вот мне недавно как подарок Новому году Миноборона закупила 300 моих книг «Чистая сила». И оттуда позвонили мне, сказали, что все эти 300 книг в Сирии уже в каждом экипаже самолета, вертолета начнули не с собой, не на борту, а во время отдыха читают. Я очень рад и горд этим, что моя книга «Чистая сила» воюет в Сирии. Это раз. Светлане Васильевне, ну что могу сказать, это великий человек. Просто лицо к лицу лица не увидать, большое видеть на расстоянии. Мы должны, во-первых, у нее есть рукопись, огромная рукопись, которая так до сих пор еще не увидела свет. Надо как-то собраться, у дочери в ней там все договориться и издать это к ней. вообще по новой переиздать ее все работы. Вот это будет здорово. И поэтому Светлане Васильевне от всего русского рода низкий поклон за то, что открыла глаза нам на то, что мы великий народ, что у нас великое прошлое, что мы бессмертны. Очень теплые слова. От себя я только хочу вот что добавить. Друзья мои, будьте достойны, достойны памяти этой великой женщины. Следуйте ее примеру. Пусть ваша жизнь будет наследием того примера, который она показала. Наследие воинского духа, наследие ученого, наследие здравомыслящего человека и просто хорошего человека, доброго, нашего, русского человека. Как говоришь ты, земля ей пускай будет пухом, а душе пресветлая сварба, как говорили наши древности. Благодарю тебя за участие в нашей сегодняшней передаче. Всем нашим радиослушателям желаю добра, до новых встреч, услышимся. Спасибо, всего доброго, храни вас Бог. Вот такая у нас замечательная беседа получилась с нашим писателем, славянистом Юрием Васильевичем Сергеевым. Напомню, что с некоторыми известными людьми, к сожалению, по техническим причинам не удалось нам связаться по скайпу и записать беседы, но вообще никогда по телефону мы общались. Было видно, что люди хотят высказаться и главное, что есть что-то высказать им. Я думаю, что мы еще это наверстаем, еще встретимся в эфире, пообщаемся. Хочу сказать, что на нашем канале Ютубе уже выложены интервью и беседы, которые прозвучали в сегодняшнем эфире, так что слушайте сами и давайте слушать другим. Очень хорошее предложение по памятнику Светлане Васильевне. Думаю, что надо потеребить свои карманы, надо пообщаться с людьми и призвать к тому, чтобы такой памятник был. Потому что мне так сейчас кажется на сегодняшний момент, что где-то там наверху не до этого памятника, мягко так скажем, что там другие решаются вопросы, а мы можем решить этот вопрос сами. И тем более от нас же может зависеть устройство такого мероприятия, как жарнинские чтения. Также хочу сказать, что сегодня нас слушали по всей Европе, в Сибирь очень активно подключалось, и до сих пор несколько человек слушают нас из Сибири, центральный регион, Урал нас слушает, вот Екатеринбург нас слушает, вижу. Казань, Москва, Питер, Архангельск, на юг нас слушают, Кисловодске, в Краснодаре, в Украине, в Молдове, в Румынии, в Болгарии, в Германии, в Польше, Белоруссии, в Италии, в Венгрии, Сербии, Словакии, даже из Франции. Регион достаточно, ареал, вернее, существование нашего радио достаточно широкий, но он может быть шире, если вы будете принимать участие в распространении информации. Ну что ж, все пожелания из чата зачитаны, кроме еще двух. Мне очень понравилось, как Наталья написала. «Как хорошо сказано от сердца, от сердца вещала, от сердца ушла. Сердце сердцу однажды сказала шепотом, только сердцем можно вылечить сердце. Этот рецепт дал мне врач, мудренный опытом. Сердце может вылечить только сердцем». И хочу хочу еще зачитать сообщение от Люта Бора, который просто процитировал Светлану Васильевну Жарникову. «Народ, ощущающий глубину своей исторической памяти, непобедим». Что есть еще можно добавить? Если мы забываем, кто мы, если мы предаем свое прошлое, думая, что какая-то религия может заменить ведические знания, наше прошлое, то мы ошибаемся. Потому что, забыв своих предков, мы совершаем величайший, по-современному говоря, грех, по древности говоря, преступление перед теми, кто нам дал жизнь, перед теми, кто многие тысячи лет обеспечивал существование всей России, огромнейшей территории, по сравнению с которым и Царская Империя, это небольшой кусочек, и Советский Союз, да и современная Россия, совсем маленькие территории. Так вот, наши предки, они заслужили уважение, они заслужили почитание, они заслужили того, чтобы хотя бы изучить, как они жили, каким образом им удавалось столько много лет, десятков, сотен, тысяч содержать такую территорию, чтобы не было на ней войн, чтобы все было хорошо, по ладу, по совести. Не заслужат они такого преступления. Да даже если с другой точки зрения посмотреть, ведь совершаете преступление вы, что будет с вами? Ведь предателю никому не нужен. и если вы не живете по совести, то есть в предательстве, то в этом случае и жизнь ваша будет такая же, вас тоже будут предавать. На что хорошее вы можете рассчитывать? Помните об этом. Помните о тех людях, которые пытались до вас доносить эту информацию. Помните о тех, кто сейчас пытается вам доносить эту информацию. Проснитесь сами. Помогите пробудиться другим. Нет, не плескайте на них холодной водой. Не надо. Просто помогите проснуться. Напомню, что сегодня 24-й день месяца белого сияния, покоя мира, третенек, 7524-го лета по одному из старинных календарей, по одному из современных 4 января 2016 года понедельник, хотя уже на моих часах 5 января, на Народном Славянском радио весь этот день был посвящен памяти Светлана Васильевны Жарниковой. Это 40-й день со дня смерти этого замечательного человека, которая произошла 26 ноября 2015 года. Надеюсь, что эфир удался, к нему подготовка вела в течение недели. Велась тяжело, потому что надо было многое свести, многое обдумать, со многими людьми пообщаться, потом технически все это подготовить. Надеюсь, что недаром все прошло. Благодарю наших радиослушателей за активное участие, за то, что поддержали этот эфир, за то, что писали, общались, за то, что я мог видеть обратную связь. Низкий поклон вам всем. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио. Потому что мы славяне. Славянское радио. Славянское радио. Славянское радио. Продолжение следует...